добрый вечер дорогие братья и сестры воскресенье девять вечера с вами священник константин мальцев пока у нас начнут сейчас подкляться люди надеюсь будут задавать свои вопросы я поздравлю вас позвольте с наступившим новолетием это первый эфир в новом году также сегодня мы ночью служили рождественское богослужение вот хоть вас поздравить с наступившим новолетием рождеством христовым дорогие братья и сестры желаю вам здравия душевного телесного поздравить с рождеством чтобы эфлеемская звезда горела в сердцах наших привела нас к господу где-то мы конечно в течение своей жизни будем постоянно находиться в поисках в поисках бога в поисках каких-то таких важных вещей в нашей жизни поэтому желаю чтобы вы благополучно нашли все это важное нужное для спасения своей души каждый день дневно мы оступаемся где-то грешим но в том числе и нам дается возможность исправиться желательно раньше чем позже но дорогие мои братья и сестры еще пока вы начинаете писать свои вопросы которые вас накопили за неделю поделюсь маленькой информацией с вами по благословению любимого архитекта владыки германа стартовал у нас один проект международный в который уже стали подсоединяться другие священники и с с севастополя и там с германии из других и этот проект назвали батюшка лав батюшка любовь потому что многие когда делал опрос в этом опросе поучаствовал около 500 человек самое много более 100 человек как бы вот высказались в таком русле в таком названии поэтому я буду искренне рад если вы подсоединитесь к этому проекту будьте участниками поделитесь со своими друзьями потому что делаем общее дело по духовно-нравственному созиданию как себя так и наших близких господь говорит двое или трое во имя мое там я посреди них поэтому мне искренне хочется верить что мы с вами потрудимся на этой ниве батюшка называется вернее проект называется прошу прощения батюшка лав батюшка любовь что должен конечно и нести священник пастырь потому что он про образуется именно во время божественной литургии христа а господь есть любовь как мы с вами знаем но мои родные я жду ваших вопросов на которые с радостью буду отвечать пока вы пишете вопросы еще немножко о рождестве о рождественских святках и все что с ними связано поделюсь одной историей со своей практики когда служу в еске столкнулся с таким случаем когда две девочки прибежали и плачут говорит вот у нас такие проявления всякой луковой силы нечестивой что нам делать что воочию стал появляться поверьте батюшка мы принимали никаких там наркотиков вот как бы видится сначала просто идет сейчас ноги стал перевязывать что нам делать но естественно что в такой ситуации делать конечно в первую очередь нужно укрепиться самим это исповедь причастие потому что без бога не до порога потом уже освещается жильем могло быть и дальше и хуже но господь миловал после всего что нужно было сделать все как бы нормализовалось и больше как бы таких проблем не было какое-то проявление нечистой силы но почему это появилось во-первых эти девочки практически не молились но грех сквернословие то есть противоположности у них был то есть сквернословие это молитва лукавого плюс они попытались погадать увидеть суженого ряженого своего с помощью так каких-то загоров и там подобное после рождества ближе вот крещением есть такое к сожалению грех у людей особенно перед крещенскими там святками гадать это очень мерзко скажем так при лицем божьим потому что всякого рода гадание это общение с лукавым это бесследно не проходит и вот как говорят по-русски за что боролись на то и наборолись поэтому ни в коем случае никакими гаданиями шуточно не шуточно заниматься не нужно это рано или поздно себя проявит худшей стороны это не игрушки экспериментировать в этом не нужно вот еще задавали хороший вопрос девочка задавала на этой неделе вопрос ее мама очень стала пить раньше бабушка пила она как-то была пыталась бороться с этим но когда бабушка вот этого греха скажем так почила она сама стала пить что мне теперь делать я не могу за них обоих как бы молиться сама даже где-то порой появляются мысли на пицца как мне быть ну что можно сказать этой девушке конечно же не оступаться бороться вот сегодня замечательно пробоведи наш владыка мы приехали его поздравить с все священники нашей епархии править такую сыновью любовь к нему и он замечательно на проповеди сказал что сегодня время исповедничество как понять что такое исповедничество это когда мы стыдимся своей веры это когда мы в любом месте тем паче проходя мимо храма или проезжая мимо него мы перекрестились потому что мы православные если мы пришли не суть важно в гости или это какой-то ресторан мы кратенько помолились перекрестились перекрестили свою еду мы не стыдимся своей веры для нас это норма если мы это делаем дома для нас норма это везде делать если мы где-то это не делаем это стыдимся но это уже около православия это возможно уже не православный человек это когда удобно или когда выгодно или же когда мне не стыдно но чего мы стыдимся веры своей стыдимся помолиться показать что мы православные чего нам бояться яка с нами Бог поэтому я думаю здесь правильно наш владык сказал что сейчас время исповедничества когда нет угонений но тем не менее мы не можем свободно можем можем исповедовать говорить что мы православные но нам в какой-то мере стыдно почему стыдно непонятно но тем не менее перереститься перед едой помолиться это норма ну вы пишите пока свои вопросы чтобы я отвечать на них я буду еще какие-то вопросы которые мне в течение недели задавали на них отвечать также вопрос уже он как бы был но еще раз отвечу задали буквально недавно в трансляции которую я вел еще раз напомню батюшка лав батюшка любовь которым я сейчас состою по благоуственным правящим архиве возглавил его в котором будут участвовать другие также священники я надеюсь тот или иной священник ответит на ваш вопрос который ну может никто не найти правильного ответа для вас и вот в этом проекте опять спросили вот почему усопшие снятся зачем там накануне 40 дней чуть-чуть заблаговыненно можно ли помолиться о сроднике своим еще раз отвечу сняться потому что нуждается нашей молитвенной поддержки послужить панихидку можно и немножко раньше но есть и какая-то уважительная причина нужно уехать не будет возможности помылиться священником нужно ответить что такое панихида это краткое такое молитвословие сугубое о общем то есть о всех сродниках или о ком вы допустим хотите помолиться или же о одном каком-то конкретном сроднике может быть новопристальном то есть новопристальный это такой термин обозначающий сорокодневный период нашего сродника то есть только приставился то есть только почил вот и в девятый сорокоденье вместе со священником мы молимся о своем сроднике который только почил то есть новопристальный почему потому что сугубо и дни новопристальных когда покажется ад мотарство и нуждаются они в нашей молитвенной поддержке вот так вот вот Олеся задает вопрос здравствуйте батюшка здравствуйте Олеся как вас зовут чтобы подписаться на ваши эфиры меня зовут священник Константин Мальцев я настоятель храма новомучика исповедника в церкви русской Ейской Тимошевской епархии о проекте которым я сейчас сказал он сейчас и в контакте и в одноклассниках сейчас но в большей степени пока он в одноклассниках вот какую-то более скажем так популярность набирает буквально он стартовал как три дня и вот в одноклассниках уже около 300 даже может быть больше вчера было 260 человек вот уже человек подписался на этот проект в одноклассниках может кто-то там чаще выходит и там вот батюшка у нас из Сергий такие интересные тоже эфиры проводят дематические я думаю я буду проводить и другие священники здесь в контакте со своей личной страницы я провожу эфиры как вы знаете в 9 вечера по воскресеньям в одноклассниках в восемь часов вечера с проекта бачка лав бачка любовь прошу прощения я сейчас с мобильного интернета с вами общаюсь и параллельно звонок шоу поэтому может быть сбой вот небольшой проект называется бачка лав так на него проголосовали и когда я провожу небольшой опрос у людей вот именно за это название многим священникам хочется видеть все-таки в батюшке доброго пастыря любящего это хорошо это правильно потому что главный пастырь это господь который мы прообразуем во время особенного богослужения поэтому легко будет найти бачку любовь на моей странице бачка лав верни на моей странице есть некоторые видео с этих групп трансляция уже бачки сергия была сегодня я первый раз вышел в эфир я буду рад если вы подпишитесь поделитесь со своими друзьями дабы быть им в том числе полезными так что за проект просветительское духовно-нравственный проект там у нас будет одна такая изюминка когда одновременно несколько священников будет вести трансляции или с какими-то артистами с которыми сейчас мы ведем общение так Анечка задала вопрос добрый вечер батюшка добрый нужно ли каять человеку сейчас секундочку человеку в греха совершенных до воцерковления значит отвечу Анечка если это грехи сделаны до крещения потому что я понимаю что во время крещения омываются грехи родительские, прародительские, личные грехи то в принципе не нужно если до крещения но если все-таки гложет то можно покаяться в этом если это грехи после крещения потому что бывает крестятся люди взрослыми уже то конечно каяться в них нужно тем паче если вы о них вспоминаете еще раз подчеркну что грех это как рана и рана мы лечим до тех пор пока нашей душе не станет легче то есть каемся пока не изменимся в этом грехе пока не победим его поэтому воцерковляться можно знаете как как вечные студенты вот так и можно вечно воцерковляться всего можно не узнать в течение даже своей жизни вот поверьте мне часто читаешь священное писание библию особенно евангелие во время служения но порой одно и то же евангельское чтение для тебя открывается с другой стороны совсем совсем из той которой ты раньше ее себе представлял раньше как-то видел и вот сейчас ты для себя как вот какую-то там Америку открыл просто поэтому нужно опираться в своем духовном опыте на священное писание на святых отцов на поддержку и совет батюшки того или иного но все-таки все должно сводиться угодно и давайте еще вопросы если у вас есть буду рад ответить на них ну пока вы пишите свои вопросы я сейчас вот вспомнил еще задавали вопрос относительно ну такой социальный я бы сказал вопрос должно ли верующему православному христианину иметь дорогую машину или лучше поскребнее машину но скажем так вопрос вроде смешной с одной стороны а с другой стороны есть определенное правление гордыни если эта машина для тебя как средство перед кем-то так порисоваться или же чтобы другим завидно было то лучше конечно поскромнее если для тебя это машина всего на все как средство комфортного передвижения если допустим дороже ну хорошо цель не как сколько стоит машина цель сколько ты подвезешь там по трассе или там с храма ту или иную прихожане бабушку подвезешь до дома то есть цель этого транспортного средства принести добродетель которая нужна в первую очередь для хозяина этого машины поэтому скромная она дорогая или дешевая это уже второстепенный момент главное для чего тебе это нужна машина только возить себя хорошего любимого это один вопрос а если чтобы еще добавить доброе дело не в боге то вот тогда тем паче не имеет значения какая у тебя машина ну это такой полу социальный вопрос был и ответ на него так я напишет Константин есть у меня в друзьях да Константин это мое крещённое имя а вообще так для такого православного этикета говорят или батюшка Константин или просто батюшка или отец или отче как бы ну по-разному можно обращаться ну некоторые как бы обращаются когда еще то ли новоначально еще как их спущает там термин отец то даже по имя отчества обращаются проявляя как бы уважение воспитанность свою но как это еще не решается там как-то отец или батюшка обратиться ну всяко постепенное возможно давайте мои рады еще какой вас интересует вопрос я отвечу и у меня уже 20 минут эфир идет чуть чуть больше с вами будем завершать этот эфир буду рад ответить на ваш вопрос вот сейчас я вижу в нашей трансляции участвует один человек как бы я не буду это озвучивать но тем не менее как-то он обратился могу ли дать ему кровь приютить его вы знаете поскольку он уже в возрасте и имеет определенную немощь часто очень пишут за помощью обращаются почему даже если в статусе у меня видите что я через интернет никакой финансовой помощи не оказываю достаточно она оказывается в большом объеме часто многим людям которые приходят в храм допустим там операция ребенку надо делать ну разные бывают случаи если это не шарлатан какой-то у нее есть документы там от медика то есть какие-то там справки то есть это все можно проверить потому что вы понимаете сегодня очень много шарлатанов мошенников то естественно мы оказываем помощь безусловно есть даже в епархии направление социального служения и прекрасно все у меня опять звонок был по телефону поэтому небольшой сбой мог быть при каждом храме есть приносят вещи пора даже очень хорошие вещи даже новые там соковские приносят и мы даем их или малоимущим есть какие-то социальные отделы в районах мы взаимодействуем с ними посещаем разные семьи вот сейчас скоро вы увидите я хочу прям снять видео показать как определен такой пример добродетели у нас каждый год при нашем храме есть как бы две акции такие после рождества и пасхальная радость сладость мы ездим по теме малоимущим и развозим подарки конфеты рассказываем о празднике в частности от рождества рассказываем и деточкам рассказываем о боге о празднике и дарим подарки порой это до 50-60 детишек ну вы увидите видео немножко смонтирую сниму и вы посмотрите то есть это определенная тоже социальная работа церкви который во многом церковь трудится и не всегда она афишируется с одной стороны хорошо с другой стороны нет но не при всех храмах есть какие-то богодельни куда бы могли приютить кормить содержать есть финансы очень слабый храм знаешь он я отношусь отношусь немножко более слабым храмом финансов потому что во первых он на краю во вторых немного так прихожан как хотелось бы и население станицу которая служу 36 тысяч воскресенье посещает там ну от 40 максимум там до 60 человек при наличии 36 тысяч да в храме которым я служу еще есть два храма вернее станицы но тем не менее 36 тысяч вот поэтому я вот воскресную услугу беру вот вам и смотрите осталась связь я думаю что господь управит для этого человека управит даст тот приют где его и будут как бы содержать и учитывать его немощи так ну тут вы задавали вопросы которые я не успел ответить значит Олеся задают как совладать с собой батюшка чтобы не впасть в уныние нужно сказать что уныние это определенное грех оттление греха гордыни то есть мы начинаем себя жалеть что я бедный несчастный меня недолюбили а я ведь так старался или старалась то есть это признак гордыни который перерастает нужно разделять уныние и депрессия это разные вещи потому что уныние это душевная скажем как болезнь а депрессия это психологически может даже нарушение функции мозга эти вещи надо разделять потому что депрессию порой можно медикаментозно немного полечить потому что человек состоит дух душа и тело вот с унынием мы молимся естественно исповедуемся причащаемся читаем акафе слава богу за все то есть благодарим когда нам плохо мы делаем все больше добром чтобы созидать свою душу чтобы найти подпитку то есть если у нас руки замерзли холод что мы делаем противоложно греем их так и здесь душа она находится в печали иначе нужна радость в пасть какое-то развлечение там в кинотеатр или на пицца или еще что-то это для души не полезно как бы для не воцеркленного человека но как вариант а для верующего человека немножко другие вещи как минимум это семья это деточки как бы с ним общение как максимум это все-таки вот добродетели молитвенные почитайте кафе слава богу за все вот таким образом с унынием можно бороться добрый вечер батюшка так Владислав спрашивает почему женщины должны одевать платок в приходе в церковь а мужчины а мужчины не надо отвечаю Владислав это вот в большей степени русская традиция такого сугубо благоговения перед господом женщина в знак своей как бы покорности благоговения уважения ко господу одевает покрывает платком голову даже апостола Павла есть такие слова что жена покрывает голову как благообразие пред ангелами ну и далее по тексту то есть знак так уважения а мужчина наоборот снимает головной убор то есть по тому же принципу то есть как не имея дерзновения потому что в свое время головной убор это признак такой определенной солидности в том числе был а в храм мы заходим проявить все таки смирение перед Богом ну это русская традиция и там в других церквах не везде не всегда это как бы распространено далее добрый вечер батюшка добрый вечер Алексей дорогой с праздником подскажите кем установлено что Иисус Христо родился с 6 на 7 января ну вообще это как бы святыми отцами основываясь в какой-то мере на священном писании потому что по описанию примерно именно нужно учитывать что климатические условия как бы в местах Палестины там как таковой зимы не бывает но примерно по описанию примерно вот именно это январь вот дни это уже скажем так святыми отцами было установлено на соборах далее батюшка почему вы не в проекте батюшка онлайн сразу скажу что батюшка онлайн хороший проект но многие вещи очень стали меня смущать ну скажем так не совсем я нашел точек соприкосновения с руководителями этого проекта ну и дабы не впадать в грех какой-то осуждение или другой я спросил можно ли мне выйти из проекта по личным причинам да конечно сказали можно и я вышел к сожалению все видео были удалены что я вел трансляции печально потому что кто-то мог бы найти для себя ответ на свой вопрос но тем не менее теперь сейчас по благоественной правящей архиереи владыки германа я вот создал и возглавил проект батюшка лав батюшка любовь надеюсь мы с вами в нем тоже все поучаствуем добрый вечер батюшка Валентина спасибо вас и добрый вечер с праздником расскажите о вашей новой группе Валентина ну вы только подсоединились я много уже рассказал многократно грана она будет скажем так батюшка лав этот проект международный еще раз повторюсь что некоторые за рубежа подсоединяются батюшки которые участвовали когда-то уже в проекте батюшка онлайн на частности вот два священника которые уже участвовали в этом проекте они подсоединились к этому проекту я думаю вам понравится их трансляции пока в большей степени деятельность как бы развивается в одноклассниках уже прямые эфиры там начались еще вот именно в одноклассниках с этого проекта не было трансляции но я думаю ближайшее время тоже начнутся поэтому пожалуйста буду рад если вы подсоединитесь присоединитесь к этому проекту будете также задавать вопросы и делиться им приглашаем так обязательно ли ношение усов и бороды для священника или он может быть начисто брит но тут обязательно не обязательно это немножко такой лаверином момент священник дает обет Богу при рукоположении нести достойность свой крест пастырский нужно почему вообще священники носят бороду и там чаще всего подлиннее волосы потому что во время богослужения особенно литургии я уже об этом говорил священник прообразует Христа да а Христос не был нагло бритые или с короткими волосами вы нигде это не увидите на иконе потому что это ну так если банально совсем это мужчина с бородой с длинными волосами поэтому священник и носит чаще всего бороду и длинные волосы это еще можно сказать о судьях тоже в ветхом завете как бы такая для было обоснование но есть какие-то исключительные моменты когда у священника вообще допустим вот особенно у японцев такая есть скажем физическое проявление что не растет борода и все ну это уже исключительный момент поэтому тут уже которые я не хочу осуждать тех священников которые совсем короткострижи там непонятно есть у них борода нету это как бы их личное дело это их момент совести но в большей степени вот именно по таким духовным прообразам так Олеся опять спать батюшка а что за два священника к вам присоединились скажу это священник Сергий Кривошеев который с метрополии Екатерина Дарской он участвовал в этом проекте и отец Игорь вот я наизусть сейчас фамилии не вспомню Сильван Курков по-моему он служит в Крыму бывшая территория Украины сейчас это полуостров наш как бы Российской Федерации и он вел трансляции на интернет ну что делать вот такие вот иногда бывают сбои ну мои родные я надеюсь вы присоединились к батюшке Лав будете больше задавать свои вопросы и в наших частных эфирах напомню в воскресенье 9 вечера я выхожу буду рад быть вам полезным храни вас господь еще раз вас поздравляю с наступившим новолетием и рождеством христовым так секундочку с рождеством христовым господи расскажите кратко сегодняшнем празднике связи с и связи с праздником крещения какие трансляции ввел также трансляции ввел отвечал на опросы тематические какие-то у него были эфиры вот а по поводу праздника это праздник рождества христову когда родился богом ладинец и флием когда была благая весть пастухам от ангелов слава вышнего бога земли мир волхвам с востока которые пришли дары свои принесли идя за звездою вот а крещение это когда крестился господь на водах ярданских показал своим личным примером что мы также должны креститься но если в двух словах это вот так ну я думаю мы сделаем и какие-то тематические эфиры чтобы ответить в частности на эти вопросы ну еще раз храни вас Господь со всеми праздниками с вами был священник Константин Мальцев аминь